Акция «Бессмертный полк» Большой концерт с участием группы Любе и Александра Маршала в центре Кишинева, а также награждение ветеранов ТАК в Молдове отметят 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, занимается Национальный координационный комитет Победы, в который входит ряд общественных организаций, гражданских активистов и национальных общин страны. И сегодня в студии персонального акцента председатель комитета Победы Петрович Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Санислав. Ну, для начала, буквально несколько слов о том, кто входит в этот Национальный комитет Победы. Я для начала расшифрую полное название этой созданной структуры. Называется она Национальный координационный комитет Победы по вековечению памяти павших защитников Родины, патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории. Это вот единое общее объединяющее название, под которое мы пригласили все те организации, которые реально, на деле, постоянно занимаются благородным делом о вековечении памяти павших героев нашей страны. И в состав Комитета Победы вошли такие известные в нашей стране организации, как поисковый отряд «Август», как русский историко-патриотический клуб, как союз офицеров Республики Молдова, союз ветеранов пограничной службы, союз ветеранов военно-морского флота, совет ветеранов Республики Молдова, ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Это и молодежные движения, такие как молодежные движения «Воевод» и «Молодая гвардия». Это и молдавское историко-географическое общество. Одним словом, все те организации, которые реализуют на деле, заявленные в названии нашей платформы цели. Цель благородная, во-первых, о вековечении памяти о геройских наших предках. Но сегодня в условиях набирающей силы вахханалия в преподавании истории довольно сложно, например, заниматься борьбой с фальсификацией той самой истории. Сегодня учебник, по которому изучают подрастающие поколения историю своей страны. Сегодня даже не своей страны не изучают, а историю роман. Там вообще периоду Великой Отечественной войны уделено пару страниц. Два часа. Да, это, конечно, очень трудно принять людям старшего возраста. И непонятно тем, кто осознает, насколько какая огромная жертва была положена на алтарь этой победы. И, честно говоря, такое отношение людей, которые создали этот учебник к этому периоду истории, которая охватила ведь не просто какую-то, ну, не знаю, очень малую территорию или малую часть истории, но это история, которая охватила жизнь огромного количества людей и большого количества стран. И вот в этом смысле, что Комитет Победы, ну, в общем-то, сможет, так сказать, чем может противостоять вот такому официальному сегодня признанию Великой Победы как некой двухстраничной истории человечества? Один из членов нашего комитета, один из активных деятелей нашей организации, известный в нашей стране историк Сергей Назареев, когда мы собирались, сказал, что мы, по сути, представляем из себя партизанский отряд, который должен стать в идеале регулярной армией. Ну, я с ним согласился... Хороший образ. Да, я с ним согласился и сказал, что война, прежде всего война, о которой мы говорим, Великая Отечественная война, показала, что партизанские отряды бывают в миллионы раз эффективнее регулярных войск. То есть для того, чтобы спустить под откос поезд, который везет на фронт дивизию, реальной войсковой дивизии пришлось бы потерять огромное количество людей. А три или четыре партизана пустили этот поезд под откос, и дивизии вражеской больше нет. Мы, конечно, не берем аллегории спуска под откос поездов, но шутка эта пришла на самом деле не от хорошей жизни. Действительно, против нас и система образования, против нас и определенная идеология, которая в нашей стране формируется уже не первый год. Но мы же понимаем, что Великая Отечественная война и Вторая мировая война в целом это одно из центральных событий минувшего XX века. Еще живы участники и свидетели тех событий. И в мире сегодня настолько неспокойно, что рассказать людям об этих событиях просто необходимо, и в этом состоит наш долг. То есть, по сути, задача наша состоит из двух частей. Это увековечья память тех, кто погиб в той войне, кто пострадал в той войне, и не допустить войны новой. И с этой целью мы делаем все возможное. Это, прежде всего, это, я не стесняюсь этого слова, это пропаганда. Пропаганда, потому что, когда мы качнулись в сторону отрицания всего того, что было в Советском Союзе, слово пропаганда и сегодня используется, скажем так, какое-то ругательство. Есть там какая-то... С некоторым негативом. С негативом, да, совершенно верно. То есть, есть там такая пропаганда, такая пропаганда. То есть, быть пропагандистом объективной правды, я считаю, это очень почетное звание, и пропагандировать правду, это очень почетное дело. И вот то, чем мы занимаемся, мы пропагандируем правду. Я приведу один простой пример, какой пропагандой мы занимаемся. Я выступал в одной из школ нашей страны, и ребятам привел пример. У всех есть интернет, возьмите, проверьте, сколько сражалось против немецкой фашистской армии, против фашистской агрессии Франция, центральная европейская держава. И тогда, и сейчас 30 дней. А теперь посмотрите в интернете, важны сегодня главные источники информации, сколько держался дом Павлова на берегу Волги во время Сталинградской битвы. 58 дней. Значит, горстка советских бойцов держалась 58, а огромная европейская страна 30 дней. Вот я дал им только два факта, которые мы выудили из сети интернет. А сравнивать их, отнимать 58, 30 отнимать от 58, это уже задача простой арифметики. На самом деле мы планируем применять все формы, доступные сегодня, и недаром комитет называется координационным, а не организационным, как было в изначально предложенном плане, потому что мы, обсуждая положение создания комитета, мы уже поняли, что мероприятия-то уже организуются, уже проходят. И организации, и люди сами уже работают много лет, этим занимаются, поэтому нам уже организовывать ничего не нужно. А вот координировать эту деятельность, объединять ее, насыщать ее определенным положительным смыслом, который необходим в сегодняшних условиях, вот это вот наша основная задача работы комитета. Мы проводим, скажем так, уникальные в нашей стране мероприятия, это, например, походы по местам боевой славы. Казалось бы, опять же, какое-то засыпанное нафталином советского прошлого мероприятие отдает невероятнейший эффект, потому что ребята идут по этим местам, где до сих пор дождь, ветер, снег, вымывают эти осколки, вымывают эти куски снарядов, и они идут буквально по дороге, собирают эту живую историю. То есть понимают, насколько близка эта история. Да, и это не урок истории, это не урок, где два часа ты пролистал, а, скорее всего, пропустил вот эти вот несколько четыре страницы. А ты вживую ты проходишь, а если еще пойдет дождь, а если еще пойдет град, а если еще какие-то серьезные походные условия, ты начинаешь понимать, что тогда-то солдат никто не спрашивал. Тогда они шагали, и побеждали, и победили в итоге. В этой войне. Мы проводим экскурсии по местам боевой славы, мы, я уже упомянул о том, что мы бываем в школах, и сейчас у нас готовится новое мероприятие, нового формата по увековечению памяти. Сначала, когда мы его озвучили, оно показалось несколько странным, а сейчас очень даже принято, я надеюсь, пройдет достойно, турнир по боксу. Казалось бы, что общего между мордобоем, как любят называть бокс, и увековечению памяти. Турнир по боксу памяти героя Великой Отечественной войны, разведчика, партизана Николая Королева, который воевал в годы войны в партизанском отряде, был многократно награжден, ранен. Знаменитый его рассказ про то, как он выносил с поля боя раненого командира и не бросил его, как он уложил пятью меткими ударами пятерых немцев в дозоре. И вот это вот все мы хотим донести современным спортсменам, современным ребятам, которые сегодня занимаются боксом, что бокс — это на самом деле философия, философия самозащиты. Философия, наверное, победителя. Да, да. Тоже важно. То есть, и, безусловно, это и издание серьезных трудов. Например, сейчас к изданию готовится сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Молдовы. На двух языках — на русском и на государственном, на молдавском. Мы хотим донести до жителей нашей страны, что заявление о том, что наша страна не воевала, и для нашей страны эта война не была Великой Отечественной войной, не более чем какие-то лживые инсинуации. И попросту говоря, как говорят в народе, брехня. Потому что иначе это никак не назовешь. Воевали, побеждали, до сих пор живы, и до сих пор об этом рассказывают, и готовы рассказать. И мы об этом посредством сегодняшних доступных архивов, сегодняшних доступных документов, а прежде всего самих рассказчиков от первого лица, мы это донесем до жителей нашей страны. Мы подготовим эту книгу, мы сделаем масштабную презентацию, прежде всего для военнослужащих, воинских частей нашей страны, чтобы те ребята, которые сегодня стоят на рубежах защиты нашей Родины, чтобы они знали, кем были их деды и прадеды. Что их деды и прадеды дошли до Берлина. Что их деды и прадеды, что мы вали Рейхстаг. Что их деды и прадеды одержали победу наравне с другими республиками Советского Союза, победу в самой страшной войне в истории человечества. И внесли свой значительный, суровый, кровавый вклад, которым мы вправе сегодня гордиться и хотя бы попытаться быть этого вклада достойными. Алексей, приятно осознавать, что в составе Национального Координационного Комитета Победы есть организации, которые представлены и молодыми людьми, и средними, и старшего возраста. Как складывается диалог между людьми разного возраста? Нет такой проблемы отцов и детей в общении? У нас общая задача, прежде всего. И она объединяет. И наоборот, это дает хороший конструктивный импульс, когда люди, которые имеют жизненный опыт, люди, которые обладают определенной школой подготовки, которые уже на протяжении многих лет, у нас вот, например, в том же Союзе офицеров, там профессиональные военные, люди, которые знают, что такое служба не понаслышке, люди, которые знают, что такое дисциплина, люди умеют мероприятия проводить, люди умеют подходить к вопросу дельно. Знают, как делать, кто ответственный, зачем, во сколько и почему. И молодым людям, прямо сказать, иногда часто не хватает вот этих вот... Такого опыта. Да, таких вот каких-то, может быть, подстегивающих моментов, которые могли бы научить. Поэтому, я думаю, что у нас сложился очень удачный симбиоз, где конфликта, возрастов просто нету, потому что мы объединены одной общей задачей. Ну, 9 мая, День Победы, который отмечается сегодня достаточно широко, несмотря ни на что, в нашей стране это собирает огромное количество людей, которые готовы прийти поклониться героям, поклониться Вечному Огню на Мемориале Вечности. И здесь этот день, он как венец тех мероприятий, тех событий, которые предшествовали этому дню на протяжении всего года. Вот нынешний 9 мая, как будет проходить? Ну, я хочу немножко осмелить вас не то, чтобы поправить, а вот донести то, о чем мы не сказали, что Комитет Победы, он чем отличается от, может быть, многих других каких-то платформ, которые были созданы ранее, может быть, сегодня каким-то образом действуют, тем, что он создан для того, чтобы вести эту работу постоянно. Работа по вековечению памяти не закончится 10 мая, не будет резко вспыхивать интерес к 24 августа, а потом 25-го затухать. Это работа, которая будет вестись с 1 января по 31 декабря каждого года. И, безусловно, такие даты, как День Победы, такие даты, как 22 июня, День Памяти и Скорби, День Начала Великой Отечественной Войны, такие даты, как 24 августа, День Освобождения Молдавии от фашизма, безусловно, к ним готовится особенный ряд мероприятий, но работа будет вестись на постоянной основе. Что же касается 72-й годовщины Победы, к которой мы с вами подходим, которую на будущей неделе мы будем отмечать, они подготовлены ряд мероприятий, больших, небольших и очень больших, в которых будут принимать участие граждане нашей республики. Прежде всего, хотелось бы сказать, что главным мероприятием станет акция «Бессмертный полк». Это акция, когда, как сказала, по-моему, Ванга, когда живые воссоединяются с мертвыми, когда живые потомки победителей проносят по улицам, по площадям, в этот праздничный день проносят портреты своих предков, участников Великой Отечественной Войны, которые, может быть, погибли, которые не дожили до сегодняшнего дня и которые живы и здравствуют сегодня, но по каким-то причинам, в силу возраста или других обстоятельств, не смогли посетить праздничные мероприятия. Это невероятно трогательная акция, и я очень рад, что она в нашей стране прижилась, потому что по-другому и быть не могло, конечно же. И это, конечно, станет центральным мероприятием. Помимо этого, на центральной площади страны планируется организация выставки военной техники советского периода, пройдет ряд концертов, и в городах страны, и 7 мая состоится концерт группы Любе и известного российского исполнителя Александра Маршала. 7 мая на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм состоится церемония перезахоронения останков 13 советских воинов, погибших при освобождении нашей страны от фашизма. В канун праздника 6-7 мая пройдет турнир по боксу, двухдневный международный турнир по боксу, Огненный ринг в памяти Николая Королева, о котором я уже упомянул. Помимо этого, в городах и селах нашей страны, согласно действующему законодательству, которое сегодня никто не отменял, оно продолжает действовать, и люди, особенно в населенных пунктах, особенно в селах, поселках, районах, трепетно относятся к этому правилу, потому что его ни установить, ни отменить не может никакая власть. А правило уважительного и бережного отношения к памяти погибших воинов. То есть пройдут субботники по уборке, они уже проходят, прошли в преддверии Пасхи, в некоторых населенных пунктах, например, в том же селе Шерпен, где насчитывается 6 военно-исторических объектов, местные органы власти организовали людей на субботник, привели в порядок все эти 6 военно-исторических объектов, и это отношение людей вне каких-то комитетов. Им не нужны какие-то комитеты, им не нужны какие-то организации для того, чтобы эту память сохранять. Поэтому я думаю, что будущий, грядущий праздник мы встретим достойно, как того заслужило и требует память наших предков-победителей. Ну, помимо того, что вы руководите Координационным комитетом Победы, вы еще возглавляете русский историко-патриотический клуб, а также и поисковый отряд «Август». Вот если немного поподробнее об этих двух организациях, цели и что удалось уже сделать? Наши организации ведут свою деятельность на протяжении последних 7 лет. Созданы они прежде всего так же, как и комитет Победы, в которые мы вошли одними из первых с целью увековечения памяти. Занимаемся мы особой работой. Прежде всего, на первом месте, и мы, я считаю, это очень важная работа, это поисковая работа. Поисковая работа по поиску неущенных воинских захоронений солдат Великой Отечественной войны. За время работы нами было обнаружено идентифицировано и перезахоронено с воинскими почестями более 200 солдат и офицеров Красной Армии. Ежегодно, дважды в год на мемориале Шерпенский плацдарм происходят церемонии перезахоронения, которые собирают всегда много народу. Это мероприятие особого характера, это мероприятие, я бы сказал, траурно-торжественное. Траурно, потому что понимаешь, что эти ребята погибли, остались неизвестными, потому что, как правило, они неизвестные солдаты, что они 70 лет пролежали в этих лесных чащах, на огородах, на полях, а торжественные, потому что все-таки правда торжествуют этих ребят, пускай неизвестных, но провожают последний путь при огромном сечении народа с воинскими почестями по православному обычаю и что все-таки не забывает страна своих героев. Это очень важно. Мы занимаемся оказанием помощи ветеранам Великой Отечественной войны. У нас есть особое направление, это интервьюирование ветеранов Великой Отечественной войны. За время работы мы собрали более 300 интервью с ветеранами. Мы их литературно обрабатываем, занимаемся архивной обработкой, то есть сегодня есть доступ к архивам Великой Отечественной войны, архив по потерям Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, наградной архив И получаются материалы, разговоры от первого лица. То есть ты можешь пообщаться с человеком, которого давно уже нет в живых, а он тебе от первого лица рассказывает, как он воевал, где служил. И все это для порой недоверчивого читателя подкрепляется архивными документами. К сожалению, по объективным причинам ветераны уходят, и мы стараемся как можно больше писать. Большая часть интервью еще находится в обработке, потому что обрабатывать их пока некогда, потому что много работы другой есть. И прежде всего записать, зафиксировать для истории. И мы понимаем, что этот человек не уйдет, не станет песчинкой, а песчинкой в истории, а история его жизни, история его подвига сохранится. Вот мы в начале этого года, в феврале, издали книгу под названием «Однестрада Рейхстага», где издали воспоминания участников Великой Отечественной войны, жителей города Бендеры. И вот прошла презентация и в Бендерах, в Кишиневе прошла презентация, и вот я уже упомянул о том, что у нас планируется издание сборника, посвященного воспоминаниям уроженцев Молдавии. Мы оказываем помощь и нуждающимся ветеранам, к сожалению, в нашей стране. Есть и такое явление, дикое, непонятное, стыдное, но оно, к сожалению, есть. Когда нашим ветеранам, которые воевали, которые положили здоровье на этой войне, сегодня не хватает элементарно средств, пенсий для того, чтобы приобретать себе необходимые лекарства, продукты и все остальное. И люди, которые нас сейчас смотрят, они могут наглядно увидеть нашу работу. Мы ведем сбор помощи и в социальных сетях, и на различных площадках, сайтах. Вот буквально вчера мы вручили одному ветерану помощь. Просто человек отозвался в интернете и купил весь необходимый список лекарств. То есть приехал, просто приехал и просто вручил. Без помпы, без кинокамер, без чего бы то ни было. Он просто захотел сделать доброе дело. То есть настоящее доброе дело. Да, настоящее доброе дело. Мы занимаемся реконструкцией и восстановлением памятников, которые нуждаются в ремонте. Прежде всего, это индивидуальные воинские захоронения, то есть где похоронены один, два, три солдата. Как правило, и власти, и какие-то другие организации, которые обладают большими возможностями, не обращают внимания прежде всего на большие обелиски, которые бросаются в глаза. А памятники на сельских кладбищах, где-то в поселках, в селах часто порой бывают забыты. Они забываются, а потом жители уже и самим трудно вспомнить, кому этот памятник поставлен. Сначала ржавеет и опадает звезда с памятника, которая означала, что это памятник солдату Великой Отечественной войны. Потом исчезает табличка, потом памятник начинает забываться, зарастать. За время работы мы привели в порядок, благоустроили порядка 80 таких памятников. У нас недавно появилась новая традиция, очень, я считаю, удачная, объединяющая всех жителей нашей страны православная традиция. Мы ставим на местах сражений православные кресты поклонные. Эта инициатива принадлежит священнику, протеерею храма святого Владимира города Кишинева, отцу Александру и прихожанам этого храма. Они эту традицию учредили. Помните, у Высоцкого есть «на братских могилах не ставят крестов». Так вот мы, немножко пытаясь противоречить Владимиру Семеновичу, мы ставим кресты и на братских могилах, и на местах боев, которые до сих пор не отмечены, и увековечиваем память героев, имена которых до сих пор не были известны во время церемонии установки вот этих православных крестов. И хочу сказать, что жители, вот мы установили такие кресты поклонные и в Новоаненском районе, и в Ханчерском районе, для жителей села это просто праздник. То есть они приходят, они организуют действительно праздник, самый настоящий праздник. Они совмещают нашу православную традицию, которая предполагает почитание своих предков. В Библии сказано о том, что почитай предков своих, с почитанием памяти героев Великой Отечественной войны, которые освобождали и защищали нашу землю от фашизма. Ну вот, как-то если коротко, то вот... Ну, Вы упомянули, что одна из частей Вашей деятельности — поиск останков павших воинов. С чего начинается эта часть работы? Вот с чего начинается определение, ну, не знаю, места боев или места, где можно будет найти останки воинов? Эта работа очень масштабная и очень серьезная. Прежде всего определяется так называемый боевой регион, то есть место, где происходили сражения. Ну, это проще всего, потому что это известно из истории, из мемуаров, и до сих пор земля, особенно в тех местах, где были самые ожесточенные сражения, земля там не пашется, и в некоторых местах сохранились даже остатки позиций. Да, то есть рвы, пулеметные точки, окопы, траншеи, они, конечно же, обвалились, они, конечно, оплыли за 70 с лишним лет, но они есть, и их можно, человек, который немного в этом разбирается, он разберется, что здесь вот стояли немцы, здесь стояли наши, а между ними было расстояние на бросок гранаты. Потом изучаются документы архивные, о которых я уже упоминал. Это база данных потерь Красной Армии, где зафиксированы все потери Красной Армии, понесенные в годы Великой Отечественной войны. К ним приложены соответствующие документы, так называемые схемы захоронений. Мы эти документы оттуда изымаем, то есть делаем копии. Это сейчас сегодня можно сделать, не выходя из дома, с домашнего компьютера. После этого мы совмещаем схемы, полученные из архива, с современной картой и современным состоянием дел на местности. То есть три вот эти источника увязываем вместе и пытаемся прилить место, где может находиться то или иное захоронение. Очень важным и большим, серьезным источником является работа с местным населением, со старожилами. То есть бывает такое, что из старожилов в некоторых селах не осталось, но мне рассказывал мой отец, а ему рассказывал мой дед, и очень часто информация подтверждается. Очень часто мы находим воинов именно по такой вот информации. Работа эта очень тяжелая, потому что я скажу сразу, что из десяти сигналов, которые мы можем получить, только один может оказаться настоящим. И мы можем только в одном случае из десяти найти захоронение, а все остальные девять — это выезды, когда мы не наткнулись, не нашли, нашли что-то другое. И эта работа на самом деле сложная. Работа эта ведется у нас исключительно вручную. С 2011 года в нашей стране запрещены приборы металлодетекции. И в связи с этим мы пользуемся исключительно щупами. Это двухметровый штырь, которым мы протыкаем почву в местах предполагаемого обнаружения останков. И лопатой. Бывает такое, что и техника. Мы техникой не пользуемся практически, потому что у нас ее, во-первых, в наличии нет. Во-вторых, в тех местах, где мы работаем, как правило, техника подъехать не может. Поэтому приходится работать вручную. И я, пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить всех своих коллег и товарищей, которые, не жалея себя, в любую погоду, в любое время года, выезжают на эти поисковые мероприятия, тратят свое время и силы для того, чтобы отыскать эти неизвестные захоронения. Насколько оправдан этот запрет на металлоискатели, на ваш взгляд? Он оправдан. Он оправдан в том отношении, что действительно в нашей стране существует такое нелезаприятное понятие, как черные копатели. Да, совершенно верно. Мы с этими людьми, с позволения сказать, безжалостно боремся. Мы с этими людьми стараемся проводить какую-то работу, разъяснять им, потому что есть люди, которые действительно разграбляют наше национальное наследие. Но если мы говорим о национальном наследии, то есть еще, скажем так, моменты, которые не могут оставить тебя равнодушным, а это именно разграбление даже захоронений. То есть, что касается военной истории, так называемой военной археологии, хотя мы стараемся не использовать этот термин, мы занимаемся поисковой работой прежде всего, а вот эти вот черные копатели, они занимаются несанкционированными раскопками, я хочу подчеркнуть это слово обязательно, несанкционированными раскопками на местах сражений, разграбляя воинские захоронения. Их интересуют прежде всего наградные знаки, оружие и какие-то вещи, которые уйдут либо в частную коллекцию, либо на продажу. Я прямо скажу, я не скрываю этого, что находятся среди них и добросовестные ребята, у которых взрагивает сердце, когда они находят останки, они сообщают нам, иногда остаются неизвестными, иногда называются вымышленными именами, но самое главное, что дают нам информацию о том, что в таком-то, таком-то месте я обнаружил захоронение, примите, пожалуйста, меры. С такими ребятами мы, конечно, стараемся не то, чтобы дружить, но стараемся к ним относиться более-менее лояльно. А есть печальные случаи, когда захоронения просто разграбляются, достаются из земли несанкционированные взрывоопасные предметы, которые разбрасываются в радиусе, где ходят люди, где пасут скот, и любой человек может от этого пострадать. Поэтому мы находимся в постоянном контакте с органами правопорядка в этом отношении, с местными органами власти и ведем с ними непримиримую борьбу. Ну вот, в продолжение темы, как вообще складывается отношение с властями и с точки зрения взаимоотношений с местными органами власти на самих местах, где вы проводите работы такого изыскательского масштаба, и вот с теми, будем говорить, с властями по организации более масштабных мероприятий, а именно, например, марш «Бессмертный полк», сама акция 9 мая. Я хочу вам сказать, что на местах люди гораздо отзывчивы, гораздо более отзывчивы, чем центральная власть. На местах для людей это осталось подвигом. На местах мы приезжаем, встречаемся с примарами, и вот последние два представителя, руководителя органов местной администрации начинали разговор с того, что мой дед дошел до Берлина. У одного дед дошел до Берлина, у другого дед дошел до Будапешта, и оба этих человека — это молодые мужчины, которые сегодня возглавляют администрацию наших молдавских сел. Для них это гордость, они говорят об этом с гордостью. Поэтому местные органы власти нам стараются помогать, чем могут. И я, пожалуй, не смогу найти в многолетней нашей истории попытки какого-то противодействия, попытки как-то нам помешать. Всегда это были шаги на встречу, это были попытки оказать поддержку с органами центральной власти. К сожалению, есть определенные сложности, есть и преодолимые, есть и непреодолимые. Много лет я, скажем так, не то чтобы воюю, но не даю покоя нашему министерству обороны. И опять же, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех тех офицеров министерства обороны, которые сохранили сохранили честь мундира, которые остались верными присяге и для которых память о наших героях остается священной, вне зависимости от решений руководства, которое меняется очень часто, но при этом ничего хорошего не вносит ни в жизнь самих военнослужащих, ни в целом в жизнь страны. Так, например, последние три года церемонии захоронения останков советских воинов проходили без участия военнослужащих министерства обороны, без оказания воинских почестей, без почетного караула, без салютной команды и без военного оркестра. Три года подряд. В какой стране можно представить себе такие вещи? Во Франции, где есть могила неизвестного солдата и стоит там почетный караул постоянно и где к памяти относятся должным образом. В Германии, где существует с 1919 года Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями, который в частности осуществляет свою деятельность на территории нашей республики. Мне довелось принимать участие в 15-летнем юбилее учреждения кладбища немецких солдат на улице Дойна в нашей стране, в нашем городе. И вы не поверите, там почетный караул присутствовал, почетный караул Министерства обороны, развивался флаг, играли гимн. Все воинские почести немецким солдатам и офицерам были оказаны должным образом. И я, не выдержав, подошел к представителю Министерства обороны задать вопрос, почему к советским солдатам вот такое отношение, а к немецким вот такое. Ответа я так и не получил. А те письменные ответы, которые я получал на протяжении этих 3-4 лет, это не более чем какие-то смешные отговорки. Например, военный оркестр не может приехать, потому что он тренируется для других мероприятий. Или у нас на это время запланировано другое мероприятие. Или что-то совершенно необъяснимое. И вот в этом году я хочу отметить, буквально вчера я получил сообщение о том, что в этом году по указанию президента Республики Молдова, главнокомандующего вооруженными силами, в церемонии захоронения советских воинов, которая состоится 7 мая, примет участие военный оркестр, почетный караул и салютная команда. Это впервые за последние 4 года. Я знаю, что многие сегодня мероприятия, которые посвящены 9 мая, взяты под специальную опеку президента страны, внимательно отслеживают все, что связано и с проведением мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, и с тем, что связано с увековечиванием этой даты и событий, которые предшествовали, вам уже удавалось участвовать в совместной работе с президентом, когда обсуждались мероприятия. Ваше впечатление от этих диалогов и от того, насколько заинтересован глава государства сегодня в реализации этих мероприятий? Я хочу отметить, прежде всего, что впервые, впервые с момента работы наших организаций, наша деятельность была оценена на таком высоком уровне, положительно и была оценена как необходимая, как нужная и стране, и народу. До этого это было сплошное противодействие и нежелание видеть нашу работу, попытка от неё закрыться, сделать, что ничего не происходит, и праздника такого нет, и мероприятия никакие не проводятся. Мы, встречаясь с президентом, мы обсуждали вопросы проведения мероприятий, он поддержал инициативу создания Комитета Победы, выразил надежду, что мероприятия будут проводиться на постоянной основе, как это мы заявили, и в положении о создании нашего Комитета. И мы очень надеемся на его поддержку и в будущем. То есть вот уже первый шаг, о котором я сказал, да, это вот то, за что мы, скажем так, сражались вот эти вот четыре года, чтобы ребят наших провести последний путь достойно. Мы находили возможности, мы обращались в другие министерства, нам выделяли и салютную команду выдавали. Приезжали из миротворческого контингента Российской Федерации и Приднестровья, приезжали военнослужащие, которые составляли почетный караул. Мы ни разу, ребят, не провели без воинских почестей. Но нужно, чтобы это было на государственном уровне, необходимо выразить отношения страны. И когда сегодня президент страны говорит о том, что 9 мая это праздник, и 9 мая это главный праздник нашей страны, священный праздник, то, безусловно, мы считаем такие высказывания положительными и надеемся, что всемирная поддержка, все, что будет в силах президента и людей, которые с ним работают, нам будет оказывано. Алексей, твое отношение к этой инициативе наших депутатов, отправящего большинства, переименовать День Победы в День Европы? Ну, они делают очень хитро, как всегда. Они делают, они не переименовывают его, не переименуют, вернее. А как заявил сегодня, если я правильно читал, господин Канду, будет и День Победы, и День Европы. Но если задуматься, и я думаю, что и в этой студии об этом неоднократно говорилось, День Европы-то появился откуда? Потому что День Победы был. Сначала был День Победы, сначала война в Европе закончилась, сначала наши деды и прадеды задушили фашистскую гадину в Берлине. И только после этого был День Европы, после этого появился Европейский Союз, после этого появились все последующие события происходили на Европейском континенте. Но благодаря чему они произошли? Вот этому Дню Победы. Поэтому ставить на чаши весов эти несоизмеримые даты просто смешно. И я думаю, что люди в нашей стране понимают, что это смешно. И даже те, кто смотрит на ситуацию каким-то иным образом, может быть кто-то видит внешнеполитический курс нашей страны иным образом, но даже они осознают, что это просто смешная инициатива. Ну мы давайте оценим мероприятия, посвященные Дню Победы в нашей стране, которые проходят. Это бесконечный поток людей, который идет с утра до вечера на мемориал, где плиты с именами воинов утопают в цветах, где вечный огонь, возле него гора цветов практически в человеческий рост. И мероприятия, которые посвящены Дню Европы. Ну это же несоизмеримо. Мне кажется, два разных абсолютно события. Дело в том, что в европейских странах отмечается День Европы. Мне кажется, 5 мая, когда был учрежден Союз Угля и Стали в Германии и Франции. И тогда закладывался фундамент сегодняшнего Европейского Союза. И он проводит знак равенства между этими событиями. Это как следствие от одного другого. Вы правильно заметили, что без Дня Победы не было бы сегодняшней Европы. И вот такая подмена, она, мне кажется, разрушительно воздействует на восприятие колоссальнейшего подвига предшествующих поколений, которые положили свои жизни для того, чтобы сегодняшний мир был таким, каков он есть. И под занавес такой вопрос личного характера. Я понимаю, что всю сегодняшнюю свою жизнь вы отдаете вот этому делу. С чем это связано? Чем является для вас 9 мая? Это глубоко личный момент на самом деле. Я назван в честь своего деда Алексея Константиновича Яремова, который был участником Великой Отечественной войны. Два его брата воевали в годы Великой Отечественной войны. Один вернулся с фронта инвалидом, коллегой и скончался от полученного на фронте ранения. Второй погиб в концлагере в Австрии. А сестра моего деда осталась солдатской вдовой. Прожив с мужем буквально несколько лет до войны, его забрали на фронт и больше он в родное село не вернулся. Обе моих бабушки пережили оккупацию. Обеих угоняли в Германию, но не успели угнать, потому что война развернулась уже в обратную сторону. Для меня это история моей семьи. Одно из первых детских воспоминаний – это китель, не китель, а пиджак моего деда, на котором прикручен орден Отечественной войны. И я, несмышленный мальчишка, пытаюсь этот орден открутить. Ну, конечно же, от деда получил нагоняй хороший, а сегодня деда уже, к сожалению, нет в живых много лет. А сегодня этот орден вместе с другими наградами моего деда висит у меня над рабочим столом. И всегда поднимая глаза, я вижу награды своего деда, вижу его фотографию 1945 года с надписью «Япония» на обратной стороне. И забыть об этом просто не могу. И заниматься другим и как-то смотреть на вещи по-другому я тоже уже, наверное, не смогу, потому что столько за время своей работы мне довелось увидеть. И я хотел бы процитировать недавно ушедшую из жизни Елену Ржевскую. Она сказала так, что то, что я увидела на войне, мне дало повод думать, что для человеческого духа и для человеческого тела просто нет преград. То есть люди на той войне выдержали всё, что только может выдержать человек. И мы сейчас просто должны этому соответствовать, просто должны на это равняться. Наша скромная маленькая человеческая задача — равняться на подвиг наших дедов и прадедов, попытаться быть немного похожими на них. Ну, может быть, похожими на них внешне, но попытаться хоть внутренне приблизиться к тому величию. Это невысокие какие-то слова. Они все были простыми крестьянами, простыми рабочими. Мой дед был обычный простой крестьянин, который имел четыре класса образования. Он не был героем, он не бросался на амбразуры. Он был обычный рядовой солдат. Но я горжусь тем, что он был солдатом, что он был честным солдатом, что наша семья вынесла свой вклад в эту победу. И я стараюсь делать всё, что от меня зависит для того, чтобы память об этой победе, об этой войне действительно была вечной. И чтобы вот те лозунги, которые на них, может быть, сегодня как-то смотрят, как на пережитки махрового большевизма или чего-то ещё, для меня это действительно слова, которые необходимо высекать на всех улицах и на всех площадях, что никто не забыт и ничто не забыто. И вот эту фразу я пытаюсь воплощать в жизнь. Алексей, спасибо за сегодняшний разговор. И мы, в свою очередь, будем следить за тем, как продвигается деятельность ваша и в рамках русского историко-патриотического клуба и поискового отряда, и в рамках Координационного комитета «Победа», что будет ещё делаться в этом отношении. Мы с удовольствием освещаем все эти события, связанные с деятельностью этих организаций. Для нас тоже история не пустой звук. И мы, я имею в виду телеканал «Чен ТВ», стараются соответствовать тем идеям, ради которых воевали наши предки. Мы стремимся быть благодарными. И к этому призываем и наших телезрителей. Спасибо вам. Я пользуюсь случаем, тоже хотел бы выразить вам слова благодарности. И те проекты совместные, которые мы реализовали с вами, это записанные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Мгновение победы. Мгновение победы, да. Некоторых из них уже нет в живых. К этому празднику они уже ушли из жизни. А память осталась. И когда они уходят из жизни, мы публикуем в социальной сети, в интернете, публикуем фотографии ветерана и публикуем ролик, который мы записали, публикуем эту небольшую передачу, которую мы когда снимали, о тех людях, которые воевали. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество будет с вами плодотворным и мы много сделаем вместе хорошего. Ну так и будет. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель Национального Координационного Комитета Победа Алексей Петрович. Петрович, следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...